Библейский портал экзегет.ру представляет 146-й псалом для библейского портала «Экзегет» в переводе российского библейского общества. «Хвалите Господа» — тема всех последних псалмов, начиная со 144-го, но есть развитие. 144-й говорит «Буду славить себя, мой Бог и Царь мой. Прежде чем кого-то учить, что-то делать, нужно самому научиться это делать, правда? Я буду славить Господа». 145-й — «Хвали душа моя, Господа». Человек обращается к себе, он сам себя учит хвалить и славить его. И только когда он себя этому научил, в 146-м он восклицает «Хвалите Господа». «Хвалите Господа, как хорошо воспевать Бога нашего сладко и радостно его хвалить». Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Господь исцеляет сокрушенных сердцем, перевязывает их раны. Пересчитывает он звезды, каждую своим именем нарекает. Велик Господь, наша сила его велика, и мудрость его бесконечна. Угнетенных поднимает Господь, а нечестивых повергает на землю. «Пойте Господу песни хвалы, Богу нашему пойте подлиру. Он заволакивает небо облаками, посылает на землю дождь, покрывает горы травой. Животным пищу дает, и пищащим птенцам ворона. Не на силу коня он смотрит, не на резвость ног благоволит человеку. Угодно ему те, кто боится его, и уповает на милость его». Вот предыдущий 145-й был такой немножко напряженный. Не надеетесь на людей, только Господь может вас спасти и избавить. А здесь радостное настроение. Как хорошо воспевать Бога нашего, сладко и радостно хвалить его. Вот, между прочим, очень важное средство проповеди. Почему нужно быть христианином? Да потому что это хорошо и радостно. Когда люди ходят с абсолютно унылыми физиономиями и без конца ругаются, кто, посмотрев на них, скажет, я тоже так хочу. А вот когда это радостно и хорошо, то люди скажут, да, здорово, наверное, действительно что-то в этом есть такое, чего мне не хватает. Я тоже хочу так попробовать. И Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Ну, здесь не сказано о том, это Вавилонский или какой еще плен. Много раз же приходилось бежать, прятаться. Вот, ну, и в современном мире многие живут не там, где хотели бы. Господь исцеляет сокрушенных сердцем, перевязывает их раны. Вот смотрите, я призываю вас хвалить того, кто заботится о вас. И это для вас будет радостно и хорошо. И тут же пересчитывает он звезды, каждую своим именем нарекает. Мир небессмысленное, холодное пространство, где по законам природы вершатся какие-то процессы, однажды запущенные волей случая, и с тех пор вот так и летят звезды по своим орбитам, планеты тоже, там делятся клетки живые. И все это бессмысленно, все это вот такая суета, которая ничего никому не приносит. Нет, он нарекает каждую звезду своим именем. Есть смысл в этом мире, есть в этом мироздании тот, кто ему придает этот смысл. Великий Господь, наши силы его велика угнетенных поднимает, нечестивых повергает. То есть он устанавливает ту самую социальную справедливость, без которой в Библии никуда. И одновременно заволакивает небо облаками, посылает дождь. Ну чего уж проще дождь, снег. Кстати, часто нам это не нравится. Ну, в засушенном климате, как на Ближнем Востоке, конечно, дождь – это благо, а не непогода. И даже, смотрите, животным пищу дают и пищащим птицам ворона. Не чистая птица ворон для иудеев, но, тем не менее, и им, не каким-нибудь там красивым единорогам, знаете, или там орлам великолепным, которые величественны, а даже птенцам ворона, вот, чему-то такому, на что мы и смотреть не хотим. Все это от него. И вообще неважно, какой ты, не на силу коня, не на резвость ног смотрит он, да, он смотрит на тех, кто боится его, уповаят на милость его. Даже не на тех, кто праведен, да. Праведность – это еще надо суметь, а вот просто хотя бы бояться и уповать, да, то есть страшиться его оскорбить и надеяться получить от него избавление, спасение, исцеление. И вот этого достаточно для того, чтобы вступить с ним в какие-то отношения, для того, чтобы что-то у вас началось. Ну и более конкретно, вот, обращаясь уже к тем, с кем это началось, к тем, с кем вступил Господь в завет, псалмопевец нам скажет, как им славить Господа в 147-м псалме.